Всем привет! Меня зовут Томас Перри. Сегодня в Москве на улице очень холодно, практически минус 30. Поэтому выкрою свободное время, и сейчас я хочу сделать видеорок на песню Noise MC Yes Future, так как вы очень много меня просили разобрать эту песню. Давайте для начала я вам её сыграю, а потом уже разберём её подетально. Сразу хочу сказать, что для тех, кто может смотреть это видео в каком-то более далёком будущем, это акустический вариант песни, на данный момент в интернете существует только такой вариант. Записаны сразу на радиостанции, ливах и так далее. Нет даже студийного акустической версии. Поэтому если в ваше время эта песня с чем-то отличается, я уверен, что в новом альбоме Noise будет студийная версия этой песни, и она может звучать по-другому. Вы не удивляйтесь. Естественно, когда выйдет альбомная версия, мы её тоже разберём. Так, давайте, наверное, для начала сыграем её. Сразу хочу предупредить, что я могу съезжать с ритма, и скорее всего так и будет, потому что звук идёт через колонки, и мне очень плохо слышно его гитару на записи, так как она сама по себе тихая, и к тому же моя гитара глушит запись. Ну, давайте, пожалуй, начнём. Слушай, мой прогноз человечества. И всё наладит нежданно-негадо, на все обещания тут же выплатят. Все ожидания будут оправданы, что не верится в мой прогноз. И хоть звучит нереалистично, всё будет всегда будет полный п***с, у всех остальных всё будет отлично. Миллионы поворульных шигулей заполнят просто свои концы хайвэев. Россия посетит планеты всей. Но фьючер – это не наша идея. Нам скоро стопу снова победёт. Свежий ветер разбонет все чёрные тучи, Все отчёт тебя телом по морде получат. Yes, future! Yes, yes, future! Yes, future! Yes, yes, future! Слушай, мой прогноз человечества. Я в будущее смотрю с эпидемизмом. РПЦ совладает с нижестью. У православных отсосутся танисты. Дьявол признает ошибки прошлого, Но попросит и вернёт на небо. Вместо пустого, пошлого, ложного, Правда, реальная, как ухажка хлеба. Волшебник голубом горнолёте давно взлетел, И вот-вот приходит. Ему только мне всего пару сотен. Скорей сюда всех, кто мечтал о чуде. Ты говоришь, это всё невозможно? О, п***, иди, я тебя не спрашивал. Мне от вас мессимистов сложно. Всего ты в занытье, е***его вашего. Миллионы праводольных шигулей Заполнят пространство и плотки в ГВФ. Россия впереди планеты всей. Но пьюча — это не наша идея. Нам скоро стопы снова повезёт. Снежный ветер растворит, Все чёрные души, Все чёрные котелы поможем по лужам. Ес, пьюча, ес, ес, пьюча. Так, давайте разбирать их потихоньку. Начнём, пожалуй, с самого вкусного. Со вступления. Это же вступление является бриджем между припевом и вторым куплетом. Я слышал пару аудиозаписей этой песни с разных радиостанций, и у него везде очень чётко звучит вот эта нота. Но на видео, в котором я видел, он играл эту песню здесь. Видите, это одна и та же нота, но здесь она более звонкая. Возможно, у неё гитара, струны стоят струнные, где третья струна без обмотки, и она звучит так же звонко. Но, чтобы играть здесь, вам нужно уметь зажимать баррек. Кто-то из вас может этого не уметь. Поэтому давайте разберём вот этот вариант. Потому что, на мой взгляд, он попроще, полегче в игре. Итак, начинается он с аккорда фа диез. Первый палец мы ставим на четвёртом ладу, на четвёртую струну. Третий палец мы ставим на шестом ладу, на третью струну. И четвёртый палец, мизинец, мы ставим на седьмой лад, на вторую струну. Второй палец у нас будет задействован чуть позже, но я советую вам сразу же поставить его на пятый лад, на вторую струну. Итак, мы начинаем с четвёртой струны. Мы дергаем четвертую струну, затем вторую, и затем снова четвертую. Теперь четвертый палец, мизинец, мы убираем седьмого лада, тем самым открывая звучание второму пальцу на пятом ладу. И снова возвращаем его. Все эти три ноты идут на второй струне. Затем мы играем третью струну, и затем... Все, это первый такт. Мы играем четвертую струну, затем вторую, снова четвертую, вторую, вторую и третью. Затем мы играем открытую пятую струну. У нас басовый аккорд ля. Протягиваем чуть дольше, чем обычные ноты. Затем играем... Снова вторую струну, потом опять пятую, потом третью струну, снова пятую. И затем снова проходим вторая струна, третья и пятая. Получается, что все это вместе звучит так. Вместе с первым аккордом. И вот тут первый палец у нас перемещается на пятую струну, на пятый лад. Мы берем ноту ре. Играем то же самое, что и в первом варианте, только с нотой ре. Итак, пятая струна, вторая, снова пятая, затем мизинец убирается, вторая струна, затем мизинец снова ставится, опять вторая струна и третья. Здесь самый сложный момент, нужно будет перестроиться на другой аккорд. Третий палец мы передвигаем ровно на лад, на седьмой лад. Он остается на третьей струне. Второй палец мы ставим на седьмом ладу, на четвертую струну. А первый палец мы ставим на шестую струну, на седьмом ладу. Здесь играем шестую струну, третью, шестую. Да, шестую, третью, шестую. Затем мизинец ставится у нас на девятый лад. Для некоторых это может быть сложно, придется потренироваться. У кого плохо разбиты пальцы. Ставим на девятый лад, снова дергаем шестую струну, затем его убираем. Дергаем четвертую струну. И вот здесь, я уже рассказывал в подборке Вселенная бесконечная про слайды. Здесь мы делаем слайд. Мы дергаем четвертую струну, где ставит второй палец на седьмом ладу. И передвигаем его на девятый. То есть все вместе у нас получается. Еще раз. И после вот этого слайда мы должны сразу же вернуться снова на изначальные аккорды. Давайте еще разочек все вместе и медленно. Субтитры создавал DimaTorzok Вот так приходится умолчить. Итак, давайте еще раз повторим это. Давайте немножко побыстрее теперь. Это первая часть этого прозвища. Вторая часть прозвища идет точно так же, только в конце. Здесь уже вместо слайды мы делаем. Берем аккорд Ре. Первый палец у нас на пятый слон, не пятый лад. Третий палец у нас на седьмом ладу на четвертой струне. И четвертый палец у нас на третьей струне на седьмом ладу. Квинт аккорд. От него будут все производные. То есть все аккорды, где бы они ни находились, будут точно такое же положение пальцев дальше. Только будут меняться либо пятая, либо шестая струна. То есть пятая, четвертая, третья, либо шестая. Пятая, четвертая. И размещение на ладу. Итак, аккорд До. Мы играем его два раза. Только второй раз мы, не отрывая пальцы, проводим по лифу. У нас получается такой слайд. Всеми тремя пальцами. То есть получается... Здесь у нас начинается теперь куплет. Куплет лежит в четырех аккордах. Это аккорд Фа-диез. Начинаем. Первый палец находится на втором ладу, на шестой струне. Соответственно, эти два находятся на четвертой и пятой струне. На четвертом ладу. Аккорд Фа-диез. Затем мы все это дело перемещаем через два лада на пятый лад. Затем это аккорд Ля. Затем аккорд Ре. Мы тот же самый Ля, только перемещаемся на струну ниже. То есть у нас получается пятая, четвертая, третья струна. И затем аккорд Си на втором ладу. Который находится прямо под Фа-диез. Ритмикер. Он играет ее в таком духе. Он дергает слегка верхнюю струну два раза. И потом бьет по всем. И тут же глушит. То есть после удара он отпускает, перестает сжимать струны. И у него звук сразу же глухнет. Затем он не зажимая струны. Двигает медиатором по струнам. Четыре раза. Потом еще один легкий удар по верхней струне. И один по всем. И здесь после этого он два раза проводит еще раз два штриха. По приглушенному струне. Затем передвигаем на Ля. Затем спускаемся на Ре. И на Си. Дальше идет вторая часть куплета. Брать ядерные отходы. Для безработных лучше выполнить. Все ожидания будут оправданы. Что не верится в мой прогноз. Здесь он сразу же бьет по всем струнам. И затем играет такой ритм по приглушенному. Давайте разберем его медленно. То есть мы идем ударом вниз. Потом вниз-вверх. Потом Сссс. Вверх-вниз. И еще раз вверх. И в самом конце первого губля. Затем он просто зажимает аккорд Ре. Спецом для тебя будет полный. И не продолжает играть ни штрихи, ни аккорды. Затем он делает, опять же, слайд аккордом. Перед самым припевом. Он зажимает аккорд Ми только вот здесь. Он получается на октаву выше. Первый палец на 12-м ладу на 6-й струне. Эти два пальца это квинт аккорд. Но следовательно он такой же, как и предыдущий. Меняется только расположение. Следующий дал пальцы на 5-й и 4-й на 14-му ладу. Он бьет по нему один раз и передвигает его по грифу, не отрывая пальцев. И затем у него идет припев. Честно говоря, я не до конца уверен, как именно он играет припев. Точнее, аккорды я понимаю. А где именно он берет тот или другой аккорд, я не уверен. Поэтому я вам покажу оба варианта. Итак, припев. Так, давайте попорядку. Первый аккорд Фа диез, такой же, как и в куплете. Еще раз медленно. Потом он берет аккорд Фа, его можно брать с диез. В куплете можно брать с диез. Это тот же самый отзор, только в другом месте. Пятая струна у нас открытая, а эти два пальца у нас, соответственно, нажимают на втором ладу, четвертую и третью. И вот третий аккорд Ра. Можно играть, как и в куплете, здесь. Но можно играть его вот здесь. У нас четвертая. Четвертая струна будет открытая. Не важно тут, какими пальцами вы поставите, это уже как вам лично удобно. Это тот же аккорд Ра, только без первой струны. Соответственно, у нас зажат на втором ладу третья струна, и на третьем ладу вторая струна. Четвертая открытая. Все, эти три аккорда. Первую струну мы не играем. Мы глушим ее вот этой частью подушечки. То есть, самым кончиком пальца вы зажимаете, и немножко прикладываете палец к первой струне, чтобы она была глухая. И затем аккорд синий, точно такой же, как и в куплете. Итак, в медленном варианте. Либо вы можете играть ее точно так же, как куплет, от этого мало что изменится. Единственное, в конце первого припела, он последние два аккорда играет немножко по-другому. Здесь он делает два удара, потом пауза. И последний аккорд. Он берет не просто аккорд си, а он делает спела удар по открытой шестой струне, и зажатой на втором ладу пятой струне. Только этими нотами. Один раз, и потом тут же полностью уже аккорд синий. И затем снова идет просьбе. Во втором припеве, в конце все то же самое, только если хотите, он добавляет драйв. Он играет не просто таким прибором, а уже начинает. Вот, в принципе, все основные элементы этой песни. После припева он снова играет точно так же. П-бр. Тоже два раза. Потом второй куплет, последний, он играет все время. Лишь в самый последний квадрат. Собладает с нечистью у православных, как волшебный голубомбер далече. Давно взлетел, и вот-вот прибудет. Ему тут КМФ всего пару сотен. Скорее сюда, все, кто мечтал о чуде. Ты говоришь, это все невозможно? Нафиги, я тебя не спрашивал. Мне от вас, пессимистов, тошно. Все беды в занытье, еб***ь, вашего. Вот, этот последний квадрат, он играет первый аккорд точно так же. Второй аккорд, ля, он бьет просто. Тут он делает паузу. Третий аккорд, ре, он делает точно так же, как в конце первого куплета. И последний аккорд тоже. И пауза. И потом. Снова идет припев. Есть еще концовка. Ну, в принципе, можно назвать это концовкой. Он играет тот же самый перебор, как и в начале. Только один раз, и под конец он замедляется. Берет, бьет снова по четвертой струне и вытягивает ее. Это бенд. Прием от бенд. Я думаю, мы с ними столкнемся. Я вам попозже расскажу. Что это такое и с чем это едят. Здесь он просто. Первый палец. Держите струну первым пальцем. И вытягиваете струну наверх. У вас получается такой, как бы, звук расстраивания гитары, потому что, чтобы дотянуть до бенды, его немножко не хватает. Я надеюсь, я понятно, доступно объяснил, как играть эту песню из Future, потому что, если честно, сам буквально час назад получился ее играть. Я не особо планирую сделать у нее видеоурок, но вы очень настойчиво меня об этом просили, поэтому я его сделал. Следующий урок будет точно так же «Рубин за стены». Здесь можете перейти в мою группу. Там моя музыка. Там много ссылок на мое творчество, на каналы связи со мной, для общения, для всего остального. Мне очень приятно читать ваши сообщения, комментарии. Если мне нравится, что я вам полезен, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Здесь вы можете оценить нашу новую композицию вместе со скрипой. Она все еще последняя. Мы готовим еще одну, но пока неизвестно, когда она выйдет. Всем спасибо. Рад для вас стараться. Удачи, ребят. Чуть-чуть сыграть.